коллеги добрый день ну на самом деле мои коллеги уже много что рассказали и по сути у всех презентации сводится к тому что нам ближайшее время приходится переходить на отечественное оборудование на отечественные процессоры хорошо или это плохо это отдельная отдельная система вопрос коллеги ну я не вижу я вижу не очень много людей сейчас в зале надеюсь очень больше по вебинару присутствует а скажите кто является конечным заказчиком здесь поднимите руки пожалуйста раз-два остальные все поставщики которые партнеры которые работают ладно коллеги тогда я не буду говорить о том как мы переходим на а там как мы переходим на отечественное оборудование какие законы этому следует там василий викторович много сказал константин про это много проговорил почему мы это делаем и так далее с точки зрения техники архитектуры делают мцст и на самом деле рынок айти особенно производитель кто делает самостоятельно материнские платы сам либо там используют разработки мцст очень небольшой и по сути более-менее все делают одно и то же у кого-то там какое-то корпусирование дополнительно кто-то может больше уже боль ну гораздо больше сделал разработок и внедрений там компания норси транс лидер в этом признать нужно я как представитель компании дпо компьютерс как эксперт консорциум вычислительной техники хочу предложить другое сейчас нашим заказчиком и нашим клиентам данном случае ну по-честному никто в добром уме и твердой памяти самостоятельно взять и перейти на платформу с платформы x86 где все замечательно работает на то что нужно дорабатывать не будет факт однако геополитическая обстановка и наша нормативка идет ведет к тому что мы к этому переходим на самом деле там в среднесрочной перспективе это достаточно хорошо с точки зрения геоэкономики заказчик уже в данном случае кто использует это это лишняя головная боль потому что ему нужно сделать так чтобы это все работало раз и второе что нужно сделать где-то взять на это деньги там у него вот василий виктор сказал что сейчас в ки критической информационной инфраструктуре им нужно будет там ближайший год-два взять выкинуть все что у него есть на x86 и чтобы у него заработало на эльбрусах других процессорах российских производителей в той или иной степени и это достаточно сложно и в данном случае мы предлагаем не просто взять нашу технику вот у нас представлена система хранения данных программно определяемой работает все замечательно на на платах которые мы сами сконструировали а именно создавать центры которые смогут решать проблему не нужно просто взять железяку нужно чтобы организация продолжала действовать чтобы она не заметила этот переход а это займет очень много времени и очень много денег поэтому на самом деле сейчас заказчику необходимо объединить объединить требования по железу требования по нормативной по нормативной базе требования по определенным кипиаем по переходу на импортозамещение и так далее и тому подобное которые ему ставят сверху в отдельности от нормативки возможности производителей вот мой коллега только что говорил из аквариуса говорил что не все просто идет именно с точки зрения производства ноутбуки сейчас есть только промышленные ну в частности и где-то взять на это деньги это самый главный вопрос и василий викторович говорил что сейчас очень много программ которые как раз идут на то чтобы компании перевооружались компании готовились и исходя из того что ну то есть вводятся квоты и в 22 года должны перейти на отечественные процессоры необходимо сейчас взять прямо бежать и смотреть в какие программы какой конкретно заказчик может попасть сегодня будет одно из совещаний в правительстве мы там присутствуем с коллегами и если у вас сейчас нет понимания что вы будете делать с 1 января 22 года обращайтесь к производителям вычислительной техники в частности мы сейчас несколькими компаниями там объединяемся для того чтобы как раз за этот год решить проблему заказчика там патриотизм с идиотизмом путать не надо и если у заказчика ничего не будет 1 января работать с него снимут голову если он не перейдет на отечественные процессоры его наругает может снимут погоны но ему нужно усидеть на месте и продолжать работать поэтому сейчас нужно работать уже на 22 год и мы как компания-производитель как партнер компании mcst сейчас выдаем на тестирование оборудование чтобы люди познакомились с этим что это но уже очередь достаточно большая объединяемся с нашими партнерами по программному обеспечению несмотря на то что разработки уже есть и много у кого с компанией astro linux компания альт linux и так далее там с производителем прикладного программного обеспечения для того чтобы функционал у заказчика продолжал работать так он так должно быть иначе там дьявол в деталях случится так что какой то какого-то функционала не будет все работать не будет примеры достаточно простые во первых любой любой государственный заказчик должен обеспечить информационной безопасностью у mcst есть один сейчас модуль доверенной загрузки которые функционируют который протестирован который работает все остальные производители еще не работает в этом направлении я знаю что идут разработки мы опять же разговариваем на эту тему дальше рабочие станции как я понимаю тут опять же только у mcst есть процессоры возможность работать с видеокартами для того чтобы продолжать работать графических редакторах опять же есть нюанс количество данных видеокарт достаточно ограничено поэтому полноценно функционировать тоже не может и у нас у всех у нас как у производителей там переход с 22 года на отечественные процессоры для нас тоже был слегка ну не то чтобы неожиданной мы видели эту всю нормативку мы давали свою экспертизу но то что мы сможем обеспечить весь рынок который может быть но нам нужно будет очень постараться да мы сделаем материнские платы но константин сказал сейчас заказали десять тысяч процессоров они будут концу года это начало двадцать второго года ограничение факт что будем делать но будем все вместе стараться и учиться кто первый кто первый встанет тот и получит другие не смогут закупать оборудование останутся без оборудования и василий викторович опять же сказал что нужно будет масштабироваться в общем коллеги не буду повторять про нормативку которая есть которая будет то есть что мы за следующего года выходим на отечественные процессоры и и остановлюсь на следующем давайте сейчас там прошу заказчиков обращаться к производителям для того чтобы переходить готовиться к 22 году ну и как бы завершая это все скажу где-то года два-три назад участвовал на конференции в санкт-петербурге и там обсуждали переход на отечественный софт и я сказал я так связи с тем что продолжая работать на x86 платформе для заказчиков ничего не изменилось буду говорить правду про софт какой работает какой не работает там астролинукс альтлинуксом начали спорить что кто лучше и как лучше но сразу же сказал что как только мы перейдем на отечественные процессоры к нам возникнут те же самые вопросы которые два-три года назад были у софтовиков и фактически сейчас то же самое будет если уже все более менее переключились на отечественный процесс на отечественный софт то к отечественным процессорам будем привыкать это наше настоящее ну и надеюсь дорогу осилит идущий перешли же на отечественный софт спасибо спасибо